Последние несколько дней вонь от свинокомплекса не чувствуется, радуются жители краснокутского поселения. Но так бывает редко. Обычно здесь просто нечем дышать. Запах от свинокомплекса стоит очень ужасным. Дышать нечем реально. Последнее время сжигали туши так называемые, да? Ну, от падёжа. Блин, стоял такой смол, блин, аж до рвоты, вот честно. От жилых домов в посёлке Красный Кут до крупного предприятия, где выращивают свиней, всего 5 километров. Открылся свинокомплекс в 2015 году, хотя жители посёлка были против строительства. Со временем выяснилось, что запах не самое страшное. У людей и на первой улице, и у нас на второй, и на третьей улице то помидоры пожелтели, нет урожая, то свекла, то морковка. Так что очень нам вредят они. Урожаи на огородах снижаются год за годом. В чистой когда-то речке Кулешовка погибали раки, лягушки и цапли. Валерий Бочаров, член общественной экологической организации, живёт в соседнем селе Вишнёвка. Вместе с единомышленниками Валерий выяснил, что свинокомплекс в первые годы работы неправильно утилизировал отходы производства. 83 тысячи голов производства в год, он выдаёт 140 тысяч тонн только жидкой фракции навоза. Запахивание началось только один год последний, а два года были сплошные сливы на рельеф. И никто этим почему-то не озаботился. Ни прокуратура, ничего. Куда делось навоз? Слили. Куда слили? Ну, вон на поле. Предприятие – резидент территории опережающего развития. Его владелец прокомментировать ситуацию на камеру отказался. Сказал, что всех свиней на предприятии уничтожили в январе из-за эпидемии ящура. Поэтому обсуждать утилизацию стоков сейчас нет смысла. Но жители поселения уверены – ферма скоро возобновит работу. К тому же другой резидент экономической зоны строит неподалёку такой же крупный свинокомплекс. Всего же, по официальным данным, на этой территории будет шесть предприятий по производству свинины. Хотя биологи предупреждают, что уже сейчас в воде и грунте превышена допустимая концентрация многих вредных веществ. Создание ТОР привело к негативному воздействию на окружающую среду. Сточные ручьи идут с накопителей органических отходов, продуктов жизнедеятельности свинокомплексов. И эти сточные воды попадают в постоянные водотоки, то есть реку Кулешовка, реку Спасовка. А затем река Спасовка впадает в наше озеро Ханка, нашу жемчужину всего Дальнего Востока. К жалобам соседей из Краснокутского поселения присоединились жители ближайших поселков. По их просьбам прокуратура провела несколько проверок и потребовала от свинокомплекса устранить нарушения. Теперь люди снова намерены обратиться в прокуратуру. Максим Яковлев, Дмитрий Беломестов, Евгений Апарин. Новости на восьмом.